Всем привет! С вами Айка и очередная история от моей подписчицы. В последнее время вы очень слабо смотрите подобные видео и поэтому, пожалуйста, накидайте очень много комментариев, чтобы это видео пошло вперед. Я продолжила снимать для вас эту рубрику тоже. В любом случае, свой скетчбук я оформлять буду и рисовать там тоже обязательно. Но вопрос в том, стоит ли мне снимать подобную рубрику или нет. Привет, Айка! Пишу тебе давно, но ты не отвечаешь. Очень хочу рассказать свою историю, но прошу анонимно, без фамилий и имен. Также хотелось бы попросить подписчиков быть более корректными в своих высказываниях, так как я все буду читать. И прошу обойтись без осуждений. Если вы хотите написать что-то негативное, то, пожалуйста, воздержитесь. А если вы тоже сталкивались с подобными сложностями в жизни, то поделитесь своим опытом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Мне 30 лет и училась я в политехническом университете. Это было достаточно давно. Когда я поступила, я была как в малине. Столько парней и я одна. Выбора у меня, конечно, было очень много. Я девушка симпатичная, видная и сразу выбрала себе самого видного паренька на машине обеспеченного. Хорошо учился он, был галантным. Все у нас было просто замечательно. Любовь, цветы, подарки, ухаживание, рестораны. Каждое утро он заезжал за мной, и мы вместе ехали в универ. Это было очень приятно, и все университетские девочки, их было не так много, но они мне завидовали. Мне было это безумно приятно. Встречались мы где-то 2 года, и после 2 лет я уже начала задумываться о том, что мой молодой человек никак не затрагивает тему семейных отношений, семьи, дальнейших планов со мной. И как-то я сама решила затронуть эту тему, намекнуть ему, возможно, он просто стесняется открыть эти темы. Когда я начала намекать на эту тему, он сразу меня не понял, и мне пришлось напрямую говорить о том, что было бы хорошо, если бы мы уже познакомили наших родителей, как-то узаконили наши отношения. Услышав эти фразы, он немного изменился в лице, и я поняла, что эта тема его не радует. Он мне объяснил, что сейчас он не планирует никаких серьезных отношений, для него важно построить карьеру, он еще не нагулялся, и мы вместе хорошо проводим время, пока что на данном этапе для него это достаточно. Меня, если честно, очень удивили его слова, потому что я видела в его глазах искренность. Он не был бабником, не был гулянной. Мне было, с одной стороны, очень обидно, что все девушки получают предложения от парня, а я должна намекать на это, как-то сама открывать эти темы. Это было безумно для меня неприятно, но я решила переждать. Так как у меня к человеку были очень сильные чувства, я решила просто переждать. Спустя где-то, точно не помню, 2-3 месяца я решила заново открыть эту тему, и потихоньку просто кидала намеки. Сначала он просто отшучивался, но каждый раз, когда я открывала эту тему, я замечала, что все больше и больше я его раздражаю. Начинала рассказывать ему истории про знакомых, которые вышли замуж и счастливы, но он меня просто не понимал. И с каждым разом меня все больше и больше раздражала его тупость. Я просто идеальная жена для него, мы хорошо ладим, у нас все замечательно. И тогда я начала задумываться о том, что возможно его родители против нашего союза, но я ошибалась. Со стороны родителей не было никаких претензий, просто проблема была в нем, а точнее в том, что он не хочет семью. И однажды мне это просто все надоело. Почти 3 года как мы были вместе, и он никак не может сделать ни один шаг вперед. Я ему поставила ультиматум, сказала, либо я, либо твоя свобода, выбирай. Он у меня захотел 4 дня на раздумье. И я была в шоке, когда услышала, что он мне сказал спустя 4 дня. Он мне объяснил, что он пока не готов ни к каким серьезным отношениям, что желает мне счастья и найти человека себе по душе. Мне было безумно обидно, я его просто ненавидела, что он потратил столько моего времени и просто так меня отпускает, отдает другому человеку. Если человек любит и у него внутри есть ревность, он никогда в жизни не мог бы сказать этих слов. На зло я начала общаться с Руфатом. Это был другой наш одногруппник, которого я никогда в жизни не любила. Но он сразу сделал мне предложение, сразу показал свою серьезность. Спустя 3 месяца Руфат сразу сделал мне предложение. Я на самом деле думала, что я начну общаться с Руфатом. И сразу моя любовь, мой бывший поймет, что он потерял и обязательно вернется. Но, к сожалению, все, оказывается, работает иначе. Руфат меня на самом деле очень сильно раздражал. Но я понимала, что он неплохой вариант, потому что парень серьезный. Изначально я пыталась просто вывести на ревность своего бывшего. Но потом я поняла, что Руфат тоже неплохой вариант. Мы закончили универс, с Руфатом поженились. Прошли годы. Руфат также продолжал общаться с нашим общим одногруппником, который являлся по совместительству еще моим бывшим. У меня сейчас есть ребенок. Так как Руфат имел неплохие отношения с моим бывшим, мой бывший позвал его на свадьбу и меня в том числе. Я не знаю, что мне делать. Я несчастлива в браке. Хоть у меня есть ребенок, замечательный муж, он меня только раздражает своими выходками, своими фразами. Я поняла, что никогда в жизни я его не любила и допустила огромную ошибку в своей жизни. Если бы я знала, что мой бывший спустя 6 лет все-таки решится жениться, то я бы его просто ждала, была рядом, не наседала. Я просто думала, что подобный человек, который говорит изначально, что до 30 лет он не хочет в семью, он не будет готов никогда. Моя подруга говорила, что я сильно наседаю на него, постоянно открываю эти темы и делаю неправильно. Я очень жалею о том, что тогда я просто его бросила и начала отношения с Руфатом. Сейчас у нас семья, но я несчастна. Мне очень хочется написать ему, встретиться, поговорить. Возможно, он девушку, на которой сейчас он женится, он ее совершенно не любит, а просто решил создать семью назло мне. Мне очень хочется найти с ним общий язык, но в то же время я очень боюсь реакции своего мужа, боюсь, что будет скандал. И возможно, даже если он узнает, что я общаюсь с бывшим, он со мной разведется. Никакой ревности по отношению к Руфату у меня нет. Я живу с ним просто из-за того, что так удобно, из-за того, что я не работаю, он нас обеспечивает. Он неплохой человек по характеру, но я несчастлива. Точнее, даже я несчастна. Я никак не могу забыть и отпустить ситуацию. Что вы мне можете посоветовать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, вот такая вот история у нас от подписчицы. Я прочитала с удовольствием, я ей ответила лично. Также хочу высказать свое мнение. Если я была бы в этой ситуации, я бы выбрала стабильность мужа и ребенка и не стала бы влазить в отношения бывшего, который уже женится. Наверное, так было суждено. На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Такой рисунок у меня получился. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok